Привет, меня зовут Светлана и сейчас мы с вами посмотрим, какой откат получит ваша вражина. Три варианта ответа. Кто не любит выбирать, смотрите все три карты. Итак, первый, второй, третий вариант или три карты. Первый вариант, ну, конечно же, всё по закону, всё будет воздаяние. Вы видите, это высшие силы. Это карта Николая Чудотворца, который одаривает подарков детей послушных. Ну и, конечно же, он отворачивается от тех, кто неправильно жил на этом свете. Откат это свыше получит. Уже человек запустил негативную программу наверх, и высшие силы с ним очень серьёзно разберутся. А с высшими силами, как вы знаете, шутки вообще очень-очень плохи. Давайте посмотрим второй вариант, какой откат получит. Вот восьмёрка, вы видите, восьмёрка чаш, говорит о том, что человек будет постоянно маяться, ходить, искать в поисках лучших земель, но ничего не найдёт. Вот всю жизнь будет мыторствовать, да, искать с места на место, на работы, с одного мужчины на другой, да, то есть, или там женщины, с одной женщины на другую. То есть, смотря, кто сейчас смотрит, да, про женщин, про мужчин, то есть, на самом деле, будет как попрыгунчик, да, туда-сюда прыгать, скакать, но ничего не найдёт. Всю жизнь промаяться, будет искать что-то новое, лучшее, но ничего в жизни не получится. И карта обмана, лжи, потому что карта луны. И третий вариант, ну, а здесь, конечно же, смотрите, королева чаш, говорится о том, что либо это пьянка какая-то, либо подсадет на стакан, либо это алкогольная, либо ещё какая-то зависимость через жидкость, может быть, и наркотики, и так далее, или отравление водой, или какими-то химикатами. Вот такие вот у нас получились карты, такие ответы. Не забывайте, пальчик вверху слова благодарю всем. Пока-пока.